И вот те люди, которые как-то участвовали в этом переходе и сегодня живут в России, я думаю, им надо покидать страну. Даже если они в непосредственном штурме не участвовали, а были просто в самом переходе, их, скорее всего, обвинят в том, что они участвовали в штурме. Гурон Гуронов. Чеченцы получили в награду за ультра-национализм чистокровных чеченцев во главе, которые убивают и пытают, как никто другой. Сколько еще нужно знамений от Аллаха, чтобы перестать считать себя ариями? Ну, я думаю, вопрос не ко мне, а к тем, кто считает себя таковыми ариями, как ты его выразился. Я не встречал. Точнее, я-то встречал подобных, но это такие уникумы, которых, к счастью, не так много в нашем народе. Но в целом они, конечно, есть, я с тобой согласен. Но я не думаю, что из-за вот этих нескольких товарищей Аллах наказывает весь народ. Я думаю, проблема, главная проблема Кавказа, это не вот эти вот люди, считающие, что мы являемся какими-то чисто кровными, какими-то единственными потомками Нуха, что от нашего языка произошли все языки мира, ну и прочие люди. Или что мы вообще там хозяева всего Кавказа. Есть такие индивидуальные персонажи, но из-за них наказывать весь народ вряд ли будет Всевышний Аллах. Зато есть другая проблема, из-за которой Всевышний Аллах наказывает народы. И это проблема многобожия, которая сегодня охватила весь Северный Кавказ. Вот это главная проблема. И это действительно повально. Если вот это вот какие-то единицы, то проявление многобожия, это повально на Кавказе. Сегодня вот эти зеяраты обожествляемые, где предают Аллаху сотоварищей этих мест. Есть в одной Чечне 130 с лишним этих зеяратов. А если мы соберем все северокавказские, вы представляете, сколько их? Открытое проповедование многобожия с минборов мечетей. Вот главная проблема, с которой в первую очередь нужно бороться с религиозной точки зрения. А все остальное, какие-то отдельные товарищи, чьи сердца поражены национализмом. Ну, это плохо, конечно. И это тоже нужно опровергать. Но это сейчас не основная, не главная проблема. И на Северном Кавказе Чечня не в топе проблем национализма. Я думаю, что в других регионах, в других республиках эта проблема ярче выражена, чем у нас. Саляму алейкум, раматулла. Слышал ли об аресте сегодня поэта Шамиля Арбинина в Москве? Знаешь ли что-то о нем? Малайкум, ассалям. Кстати говоря, я прочитал эту новость сегодня, что задержан очередной, якобы, участник банды Шахатаба и Шамиля Басаева за уничтожение псковских десантников. Но я не знал, что этот человек поэт, он, оказывается, писал стихи, ну, достаточно известный, как бы, человек. И, в общем, я не в курсе, кто это, пока еще не успел ознакомиться с темой. Но само то, как ФСБ сегодня охотится за участниками того перехода на восток, во время которого и был уничтожен псковский десант, это тема очень серьезная. И вот те люди, которые как-то участвовали в этом переходе и сегодня живут в России, я думаю, им надо покидать страну, даже если они в непосредственном штурме не участвовали, а были просто в самом переходе, их, скорее всего, обвинят в том, что они участвовали в штурме. Как вы видите, амнистия в отношении вас не работает, вас обманули. Если вы, если кто-то из вас был амнистирован, типа Кадырова вам что-то гарантировал, как вы видите, ничего, эти гарантии не работают. Поэтому, скорее всего, таким людям надо покидать Россию. Очень опасно. За вами реально ведется сейчас охота. Потому что, почему всячески очерняют бывшего сотрудника полка Кадырова, который сбежал в Германию, его называют наркоманом и должником людей? Ну, а что им остается делать? Больше делать нечего. Опровергнуть факты, изложенные в новой газете, в статье новой газеты, в том числе и этим человеком, их, ну, никак нельзя, как их опровергнуть? Показать этих людей живыми? Не вариант, они мертвы. Что-то, что-то придумать иное, там, как-то, ну, невозможно. В любом случае, придется либо показать их живыми, либо указать, что они все умерли по каким-то естественным причинам. Что остается? Остается только облить грязью того, кто дал эти показания, сказать, что он плохой человек, а если он плохой человек, ну, значит, ему верить, по сути, нельзя. Это такая тактика, знаете, там, где проходит суд присяжных, обычно обвинение всегда вот таким трюком пользуется, применяют этот прием, чтобы создать у присяжных негативное мнение о подсудимом. Они начинают рассказывать о том, какой он там плохой человек, как он там избивал жену, там, детей, допустим, если дело слушается, например, о каком-нибудь там мошенничестве, но в целом надо создать негативное впечатление об этом человеке, и их начинают настраивать против него. Вот то же самое делает и кадыровская пропаганда. Очень много сейчас появилось всяких роликов про этого человека, какие-то люди, его кредиторы, которым он якобы должен деньги, он их кинул, уехал. Его же родственники, там, дяди со стороны отца рассказывают, что он резко похудел, стал употреблять наркотики, стал брать в долг, начали приходить люди, требуют долги. И вопрос, а какое это имеет отношение к изложенным этим человеком фактам массовой казни людей, какое это имеет к этому отношение? Никакого. Это просто нужно у нас сейчас создать о нем вот такое вот, такое негативное мнение, чтобы мы сказали, а, наркоман брал деньги в долг, ну, человек плохой, поэтому ему, в принципе, не нужно доверять. А самый главный вопрос, а где те люди, 27 человек, они живы вообще, или где они? Может, они уехали куда-то на заработки? Покажите нам их. Конечно, нет, их нам не покажут. Так вот, Томсо, простые американцы Илья Дмитриевич Медведев, Екатерина Сергеевна Лаврова, Анастасия Витальевна Чуркина, Александр Викторович Виксельберг и многие другие возмущены словами Байдена о Путине. Но Америка свободная страна, где можно выражать свое недовольство словами президента, поэтому они пользуются этой привилегией. По-моему, все нормально. Я не вижу в этом проблем. И не только даже американцы, даже мы, не являясь гражданами Америки, можем свободно высказываться по поводу американского президента и его каких-то слов. Единственное, было, честно говоря, неприятно наблюдать за тем, как Эрдоган в реакции за Путина. Вот это было неприятно. Саляму алейкум, Томсо. Что будет со всеми членами полка, когда наступит День справедливости? Вау алейкум асалям. В идеале было бы хорошо, если бы они все стали бы фигурантами уголовных дел, в рамках которых изучили бы их причастность к определенным преступлениям, конкретным преступлениям. И те, кто виновны, понесли бы наказание, а те, кто невиновны, были бы просто люстрированы. Я думаю, это был бы идеальный выход. Саляму алейкум, Томсо. Саляму алейкум, Томсо.